Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа Вести Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Жухаев. Сегодня день пограничника. С профессиональным праздником уважаемых пограничников и ветеранов пограничной службы поздравляет глава Карачаева, Черкесии Рашид Темрезов. Готовность стать на защиту рубежей Родины – главный ориентир каждого солдата и офицера пограничника. Навсегда в памяти народа сохранится подвиг пограничников, проявивших мужество, стойкость и бесстрашие в годы Великой Отечественной войны. Сегодня во время специальной военной операции на территории сопредельного государства на пограничников снова легла огромная ответственность недопущения провокации терактов в Российской Федерации. Усиленное несение службы на всех пограничных территориях. И вы с честью справляетесь с данной задачей. От жителей Карачаева, Черкесии говорим спасибо командованию личному составу пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Карачаево-Черкесии, всем российским пограничникам за добросовестную службу и беззаветную преданность долгу, мужество и отвагу при выполнении поставленных задач за мир и покой в нашей республике. В этом году Карачаева-Черкесия отмечает вековой юбилей. В Черкесии прошло заседание Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий к столетию республики. Его участники обсудили не только предстоящие празднества, но и то, что останется после них на долгие годы. Многочисленные объекты различного назначения. Подробности в материале Артура МКЦ. Перед началом обсуждения ряда первостепенных вопросов глава республики Рашид Темрезов еще раз напомнил о важности проводимых в текущем году в регионе мероприятий. Тем более, что речь идет не только о празднествах, но и о создании и улучшении инфраструктуры. Я неоднократно говорил о том, что празднестолетие – это очень серьезное событие и возможность для нас подтянуться по многим вопросам и направлениям. Это и строительство, и открытие социальных объектов, это и открытие новых рабочих мест. Мы сделали перечень основных объектов, которые будут вводиться, и перечень объектов, которые касаются жизненной инфраструктуры, это и газификация, это водоснабжение, это водоотведение. Все эти объекты будут в этом году закончены. Яд из них закончен до 1 сентября, это основные объекты, и ряд из них до конца текущего года. Разумеется, в ходе заседания было уделено внимание и самим торжествам. Практически готова единая концепция оформления региональной столицы и муниципалитетов. Главной концертной площадкой во время сентябрьских празднеств станет обновленный стадион «Нарт», рассчитанный примерно на 10 тысяч зрителей. Предполагается, что пришедшие на трибуны люди будут приятно удивлены как визуализацией мероприятия, так и самой музыкальной программой. Артур Махцер, Асул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 25 мая для нескольких тысяч выпускников школ Карачаева-Черкесии прозвучал последний звонок. У каждого из них позади немало лет учебы, впереди новый этап в жизни. Но именно этот, школьный, навсегда останется особенным. Вместе с 9 и 11 классниками последний звонок услышал и наш корреспондент Артур Мхце. День 25 мая 2022 года эти юноши и девушки из Карачаева-Черкесии запомнят надолго. Впереди у выпускников 9 и 11 классов немало новых, даже более значимых этапов. Но именно сегодня с последним звонком для них завершился очень важный школьный период. Своего рода первый большой кирпичик в основании здания под названием «Взрослая жизнь». Знаете, я бы вернулся в начало 10 класса. Как по мне, 10 класс был самый лучший, самый веселый. Знаете, ОГЭ позади, ЕГЭ еще впереди, только в 11 классе. И вот этой ответственности не чувствуется, знаете, беззаботность, веселье. Насчет школы, да, воспоминания хорошие, друзей много нашел, учителя вообще отличные. Все всегда идут на контакт, всегда помогают. Очень благодарен им. Да, воспоминания остались очень приятные. И вот я учусь в этой школе, начиная с первого класса. И много друзей нашел. Герои дня выходят под музыку из школы. В этот момент все аплодисменты и теплые слова будут звучать в их адрес. В числе почетных гостей представители руководства республики и региональной столицы. А эти юные певцы тоже выпускники, только начальной школы. А ведь помним, как вчера, вместе все мы шли сюда, и за руку малышей нас приводили. А ведь помним, как вчера, вместе все мы шли сюда, и за руку малышей нас приводили. Мы сегодня скажем вам, а ведь как бегут года, не заметили мы, как они промчались. Вот и все мы подросли, уже в пятый класс пошли, но она всего куплетно петь осталась. И вот кульминация праздничной программы «Последний звонок», который по традиции дают выпускник 11 класса и ученица первого. В этот день «Последний звонок» прозвучал и для педагога с более чем 40-летним стажем работы в девятой школе Тины Леонидовны Хубиевой. Многие ее бывшие ученики потом приводили сюда на занятия уже своих детей, а то и внуков. И в этой школе я работаю 42-й год. Вот сколько лет я слышала этот звонок, волновалась. И сейчас очень волнуюсь, потому что 11 класс, которым я работаю, я учитель русского языка и литературы. Я тоже их выпускаю, я переживаю за них, я думаю и очень люблю их. Всего в Карачаев-Черкесии торжественные линейки прошли для почти 5000 учащихся девятых классов и около 1800 11-ти классников. Впрочем, полноценное расставание последних со школьным периодом состоится лишь после сдачи государственных экзаменов. Артур Мхцер, Расул Бердиев, Вести, Карачаев, Черкесия. Говорим мы до свидания, говорим спасибо всем. Под таким девизом отпраздновали окончание учебного года в среднеобщеобразовательной школе села Светлое. Последний звонок собрал большую дружную школьную семью учащихся учителей и родителей. По традиции состоялась торжественная линейка, на которой прозвучало много напутственных слов в адрес выпускников и конечно учителей, которые не жалея сил и времени учили детей с первого класса, дарили им свои знания, умения, передавали опыт. И в свою очередь виновники торжества также выразили свои наилучшие пожелания своим любимым педагогам. Передо мной лежит трудный выбор, пойти ли мне в колледж или остаться здесь. С одной стороны, буду очень скучать по моим одноклассникам, друзьям, по моим учителям. Мы с ними многое прошли. С другой стороны, все же хочется чего-то нового, хочется и колледжа. Сегодня очень трогательный день. Мы благодарны вам, учителя, за знание, любовь и за терпение, за ночи над тетрадками без сна, за увлеченность и за вдохновение, за то, что помогли нам воспитать детей. Что может быть важнее? Желаем вам и школе процветать и становиться с каждым днем мудрее. Талантов новых и здоровья, сил сегодня вам желаем мы сердечно. И хоть звонок последний прозвенел, но в детском сердце будете вы вечно. Самые милые, самые родные, самые вежливые, самые воспитанные наши любимые девятиклассники, я поздравляю вас с торжественным моментом вашей жизни. Последний звонок. Девятый класс – это своеобразный рубеж. Кто-то продолжает обучение в школе, кто-то выбирает иной путь, то есть поступление в колледжи. Знаете, в любых ваших начинаниях мы вас поддерживаем. Каждому из вас мы желаем здоровья, стойкости перед препятствиями. Пусть сегодняшний праздник будет началом вашей яркой, цветущей, взрослой жизни. Самое главное, я желаю, чтобы вы все удачно сдали основные государственные экзамены и в положенный срок вы получили аттестаты. Кто-то останется, десятый класс пойдет в стенах родной нашей школы, кто-то пойдет учиться в колледже. Я вам желаю, ребята, чтобы вы всегда, где бы ни были, в школе, где бы вы ни учились, чтобы вы оставались людьми, оставались такими чистыми, искренними и добрыми, какие бы вы есть на самом деле. Ребята, я вам желаю здоровья, счастья, успехов, удачи, успешной сдачи экзаменов и посвятения в годы, которые вы выбрали. Желаю вам чистого, голубого, мирного неба над головой, чтобы вы всегда радовали своих родителей своими достижениями и успехами. Сегодня в очередной раз убедилась, какие замечательные дети у нас выросли. Уверена, что они станут достойными гражданами нашей великой страны России. Сегодня очень торжественный и волнительный день для нас, учителей, администрации школы, а также для всех родителей. Грустно и тревожно. Грустно от того, что они уходят из стен родной школы, прощаются с нами. Тревожно, потому что у них впереди взрослая жизнь. Какой она окажется? Сумеем ли мы построить ее такой, какой они видят в мечтах? Активная жизненная позиция должна занять достойное место в их жизни. Мы верим, что они будут достойными гражданами своего Отечества, свою большую родину, свою большую и малую родину. Празднование Дня славянской письменности в Карачаево-Черкесии уже стало доброй традицией. В этот день во всех православных храмах республики прошли богослужения и традиционный крестный ход. Подробности у Алива Ташева. Крестный ход проследовал по улице Комсомольской от Никольского собора Черкеска до памятника равноапостольным святым Кириллу и Мефодию, расположенному у здания Республиканской библиотеки имени Халимат Байрамуковой. Радостные пасхальные песнопения сменились молитвой просветителям. Ненастная погода не стала препятствием к празднованию Дня славянской письменности и культуры. Значение трудов Кирилла и Мефодия в истории России имеет непереходящее значение, говорили выступающие. Они сделали азбуку, они открыли великие труды, европейские труды, византийские труды, церковные, светские для всех славянских народов и для всех народов, живущих в нашей стране. Благодаря их труду мы с вами научаемся как премудрости Божией, так и премудрости человеческой. Мы их за это благодарим, мы им низко кланяемся и просим у них сегодня, чтобы они помогали всем нам. Не было бы письменности, не было бы государства, не было бы культуры, не было бы народа, который общается на русском языке. Язык является фундаментальной основой единства страны. Он формирует общее гражданское, культурное и образовательное пространство. Примечательно, что скромный монумент святым Кириллу и Мефодию, открытый в 2003 году в Черкесске, стал первым памятником просветителям на Северном Кавказе. Али Баташев, Максим Долгов, Вести Карачаева, Черкесия. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных вам выходных и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»